Субтитры создавал DimaTorzok Уважаемые телезрители, в понедельник 24 октября в местной администрации состоялось очередное оперативное совещание. На нем выступили об итогах проведения Дня пожилых в городе и в районе начальники Наульского отдела социального обеспечения Клара Зиевна Гараева, о проведении районного смотра по концертному жанру, посвященного 50-летию победы в Великой Отечественной войне заведующей отделом культуры местной администрации Римма Фомеевна Фазылова. Также перед собравшимися с информациями выступили начальник строительного управления акционерного общества Треста Башнефтепромстрой и Смогилов, начальник межколхозной передвижной механизированной колонны Жуйков, муниципального Дор-РСУ Фархуддинов, начальник малого предприятия Гастрой Ахкямов, начальник ПМК Треста Башагропищепромстрой Фархуддинов. Идет к завершению подписная кампания на газеты и журналы. В понедельник в районном узле связи состоялось совещание начальников отделения связи района. На нем отмечалось о необходимости скорейшего завершения подписной кампании и взаиморасчетов в любой форме. Успешно завершили подписку в таких организациях, как Генаульский Сбербанк, Генаульский филиал страховой фирмы Росгострах Башкирия, Агропромхимия, Управление сельского хозяйства и продовольствия, Санэпидемстанция, Хлебзавод номер 8, МПМК, Горфинотдел, отдел противопожарной охраны, Нефтебаза, Цеха НГДУ Краснохолмс, нефть, пара, водоснабжение, прокатно-ремонтные цеха электрооборудования и энергоснабжения, эксплуатации оборудования и нефтепромсел номер 3. Хорошо отзываются в районном отделении распространения печати об общественных распространителях Лидии Корневой из Мастеркомбината, Римме Баталовой, Орс НГДУ Краснохолмс, нефть, Марии Щикуровой, межрей база. Неудовлетворительной идет подписка на газеты и журналы в школах города и района, в локомотивном депо железнодорожной станции, райбольнице и индивидуальная подписка на селе. Для предприятия города необходимо завершить подписку до 30 октября, а для тех, кто по тем или иным причинам не успел оформить подписку, она продолжается до 10 ноября на Центральные, до 15 ноября на Башкирские издания. По-прежнему по вопросам подписки можно обращаться по месту работы, по месту жительства, в отдел распространения печати. Информацию по вопросам подписки можно узнать по телефону 220-74-2-25-92. Уважаемые телезрители, а сейчас вашему вниманию мы предлагаем видеосюжеты о том, как идет подписка на газеты и журналы в Янаульском элеваторе и в селе Сандугач. Галина Сергеевна, как проходит подписная кампания на газеты и журналы 95-го года на вашем предприятии? Да, подписка началась на 95-й год. Подписка идет очень хорошо. Все, хотя очень дорогие подписные издания, но все у нас это очень подписываются. Например, это Труд, Янаульский и Зори. А из Республиканских? Из Республиканских. Из Советской Башкирии. Вот это в основном подписывают. Ну и там остальные очень много подписывают. Все равно у нас подписка не уменьшилась. Галина Сергеевна, а вы первый год работаете общественным распространителем? Нет, не первый год. Несколько лет уже. А если сравнить предыдущие подписные кампании и вот эту? Ну, мне кажется, что ничего не изменилось. Все равно подписка идет так же. То есть не меньше будет? Не меньше будет. Галина Сергеевна, ваше предприятие славится тем, что помогает своим работникам, пожилым людям, пенсионерам. В этом году предусмотрены ли какие-либо льготы пожилым людям? Да, мы им подписали на газету Янаульский и Зори на полгода бесплатно всем. Хотя у нас их 200 человек, но мы всем им это подписали. Значит, в этом году Ваши работники будут получать не меньше, чем в прошлом году газеты и журналы? Нет, не меньше. Может быть, даже и больше. Это еще лучше. Здравствуйте. Можно будет к Вам обратиться? Скажите, пожалуйста, вот началась подписка на газеты и журналы на 1995 год. На какие газеты и журналы Вы подписались? Ну, конечно, я не подписалась, но у нас дедушка подписала на газету «Труд» Янольский и Зори. А республиканские заняли? Нет. А Вы не хотите подписаться? Не хотите, как у нас в республике, что происходит? Почему? Потому что очень дорогое сейчас. Ну, на полгода хотя бы. Ну, не знаю. Подумайте еще, на полгода, я думаю, что стоит Вам подписаться. Республиканские все-таки издания тоже. Ну, я подписалась АИФ, Аргументы и Факты, Янольский и Зори, Советская Башкирия. Спасибо. А у Вас, например, кто вообще с распространением работает, удобно подписаться в Вашей деревне? Удобно. Ага, постоянно ходят. Постоянно? Сами ходят. Спасибо. Зоя Тимофеевна Хриянова. 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 они получают какой-то эффект от лечения. И вот тогда они придумали, что люди, которые болеют бронхиальной астмой, хроническим бронхитом, эти люди находились на работе, а вечерний промежуток времени они проводились, как бы их опускали в соляную шахту, они там находились в ночной период времени. И после этого они заметили, что у них состояние здоровья улучшалось, но на короткий период времени. И тогда зародилась идея создать вот эти соляные шахты. Соляную шахту открыли у нас в Инауле 10 дней назад. Специально приезжали рабочие, подписан был договор с инженерами, Новосибирского института по спелеотерапии. Они у нас в Башкирии уже несколько кабинетов сдавали. И вот, значит, из всех вот этих кабинетов появился спелеотерапия кабинет в Инауле. Скажите, где у нас еще в республике есть такие кабинеты? Ну, в республике почти во всех санаториях есть, в Дёртелинском районе есть, в Уфе есть. В чем принцип действия соляной шахты с пелеотерапией? В чем принцип действия? Ну, здесь своего рода как. Подается, значит, сама соляная шахта, она покрыта вот солью. Во-вторых, значит, больные, находящиеся в нем, они, значит, процедура проходит где-то минут 20-45 минут. От 20 до 45 минут, значит, 10-15 сеансов проходит больной. Смысл в том заключается в том, что, значит, подается... Во время сеанса, значит, больные усаживаются в кресло, значит, музыка играет такая, как психотерапия, они дышат, значит, подается туда через ингаляторы ультразвуковые, как бы распыляется раствор соляной такой, и, значит, больные дышат. В чем смысл действия? В том, что, значит, за вот этот период времени, когда они дышат, находятся в этой соляной шахте, значит, вот этот вот раствор, попадая в баронхиальное дерево, разжижает это баронхиальное содержимое, которое не дает больному, значит, откасливать, и вот эти вот токсины все всасываются. А в этот момент как раз они, вот, эффект от этого отлечения, и получается в том, что, значит, они дышат, он все это разжижается, и происходит отхаркивающий эффект хороший. То есть добавку делать вот к этим веществам различного рода, и в коллекты там, вот, ну, чтобы эффект отлечения был гораздо лучше. И вот смысл в этом. Большое будущее. Пока что мы начинаем, и потому трудно что-либо такое вот рассказать в больших параметрах. Показаний очень много, там даже, допустим, для предупреждения, кто часто болеет респираторными заболеваниями, у кого частое обострение хронического бронхита, вне обострения как раз вот это вот происходит лечение, бронхиальная астма, даже, даже здесь можно лечить и другие заболевания, типа вот гипотония, туберкулез дыхательных путей и легких, но это когда вне обострения и БК минус. Вот. И что еще тут могут быть? Допустим, сопутствующие патологии, если есть бронхиальная астма, там, ишемическая болезнь сердца и тому подобное, все это можно под контролем обязательного врача. Вот. А так? Скажите, пожалуйста, а вот запись на лечение свободная? На данный момент запись на лечение свободная. Больной приходит, обращается к врачу, он ему пишет направление, мы делаем отбор больных, вот, специальный, и, значит, они получают талончики, конкретное время приходят, получают лечение. Вот. Уже сейчас, допустим, в других, в нашей же республике, в других районах, один курс лечения, один день, стоит три тысячи. А сколько же интересно? У нас пока на данное время бесплатно. Сколько человек могут одновременно получить сеансы? Ну, одновременно, если в течение дня считать, то, значит, 30 человек, а в один сеанс 6 человек заходит, 6 кресел. Сколько длится сеанс? Для детей 15 минут, для взрослых 30 минут. Оптимальное время. А если будут другие, допустим, контингенты больных, которым подбор времени необходим, больше, меньше, мы это уже распределяем по группам. Так что, уважаемые жители города и района, добро пожаловать в кабинет спелеотерапии, медико-санитарной части, НГДУ, Краснохомск, Нефть. Закончилось благодатное бабье лето, которое позволило крестьянам в нормальных условиях успешно закончить осенние полевые работы, без спешки поставить скот на стойловые содержания. Успех любого дела решают люди, начиная от простого труженика, кончая руководителем. Повав на собрании животноводов колхоза имени Мичурина, где подводились итоги экономического соревнования среди животноводов, мы еще раз убедились, насколько близок крестьянам и их делам и заботам руководитель хозяйства Данил Дарвинович Давлетов, как здесь его уважают, любят. Да, действительно, только в совместной слаженной работе кроется успех любого дела. И, наверное, поэтому труженики колхоза имени Мичурина успешно завершили полевые работы, выполнили девятимесячный план по продаже мяса и молока государству. А люди здесь просто замечательные, трудолюбивые и добродушные. На собрании также принял участие председатель райкома профсоюза работников агропромышленного комплекса Физаев Фаизович Гумаров. Паркоза имени Мичурина состоящегося 19 октября 1994 года. Рассмотрев итоги экономического соревнования по итогам работы животноводческих ферм и свинокомплекса, совместное заседание постановило отменить хорошую работу самоводческой молочной товарной фермы, выполнившей заказы по производству молока на 111%, против уровня прошлого года получено больше молока на 551 центнера. Выполнившей госзаказы по продаже молока на 132%, заведующий данной молочной товарной фермы товарищ Катмурлина Ханиля, председатель правкома, товарищ Ахмат Мурова Сахья. Продолжение следует... Мало отведено времени крестьянам для отдыха. Не успел справиться с одним делом, как назревают новые. Только поздней осенью можно дать себе волю расслабиться, погулять, перевести дыхание после бессонных ночей. Может, поэтому и ждут колхозники подведения итогов. Ведь это не только собрание, это еще долгожданные встречи, увеселения. Как говорится, кончил дело, гуляй смело. Этот год стал экзаменом не только для молодого руководителя, но и для тружеников всего хозяйства. Мы преклоняемся перед вами. Спасибо вам за ваш неустанный труд. А молодому руководителю так держать. А в воскресенье в селе Максимово состоялось собрание тружеников колхоза «Заря», посвященное Дню работников сельского хозяйства. С отчетами и поздравлениями перед собравшимся выступил председатель колхоза Ильсур Фанович Багауф. Руководит хозяйством он всего лишь 10 месяцев. Труженики хозяйства с честью справились с возложенными на них обязательствами. Выполнили государственный заказ по продаже зерновых культур. Обеспечили хозяйство фуражом на 43%. Заготовили на одну условную голову скота 30 центнеров кормовых единиц. Это второй показатель по району. На всей площади убраны зерновые и кормовые культуры. Особое внимание уделено на уборку с соломой. И тем самым потребность в ней выполнена на 170%. В этот день особо отничившимся были вручены денежные премии. Праздник праздником, но прозвучали и деловые предложения. Старшие поколения, пережившие все тяготы и лишения трудных премен, особенно тревожат равнодушие и недостатки в работе. Продолжение следует... В perguntах, что мы не знали, мы не знали, но кто-то не знал, а кто-то скажет. Разве мы не знали, не знали, не знали. Но в нашей истории иконы, это начало 40 лет, много дороги, я приезжаю из культуры, это описание нового экспонта, Но и с точки зрения этого решения. У нас все угодно. Правильно, мы можем гордиться... ...Недо всего от сайта с сайта для нас, который на операции. Каждый, когда мы говорим, мы используем до заботы. Если у нас есть уроки, то есть уроки на церковь. Ухаждаем в Казахстане на Буcoху. Пешеновый полны итиушторели, соломый полны итиушторели, Казахстанна барасы и ухт, нега барасы и ухт? Энешенды моля улья. Мне вот, мы верим еще один фактор, что их нет, что они бы Dios бы, мне бы ты понимаешь, что он был бы коротко. Если бы они получили, то и дети не моя. В Казахстане, когда мы пришли к дешевле, то мы решили, что мы не могли бы... А мы не могли бы жить, не могли бы жить. Мы не могли бы жить. Я ушёл на иними, и никто не думает. На собрании принял участие и выступил глава администрации города и района Назар Загитович Зиязов. Теперьupun на выборе принял участие и выступил глава администрации города. Примоги на работе собрания лета племенustered. Собрания, прошедшие в колхозах Заря и имени Мичурина, стали праздником подведения итогов работы за три четверти года. Труженики хозяйств понимают, осталось еще одна четверть. Может быть, самое ответственное в том отношении, что предстоит назвать окончательные результаты. Значит, надо еще крепко потрудиться, ничего не забыть из намеченного, все успеть и о будущем помнить. Уважаемые телезрители, послушайте объявление. Очередной сеанс избавления от алкогольной и табачной зависимости за один день проводит гипнолог Сергей Колосов. Гарантия вашего успеха – воздержание от алкоголя две недели, от табака два дня до сеанса и плюс ваше искреннее желание. Приглашаем вас 5 ноября в 14 часов в Дом связи. Справки и консультации по телефону 76 4 18. Для зрителей на этом наша передача окончена. Желаем вам доброго рабочего дня и хорошего настроения. Субтитры создавал DimaTorzok